Людмила Васильевна, на медне стою я на остановке общественного транспорта, рядом со мной кто-то воскуривает электронную сигарету с гонечком на конце, и мне вдруг становится вот от этого дыма, мне становится плохо просто. И я попросил не курить, на что мне отвечают, а это абсолютно безвредно, так что все вы придумываете. А кто прав? Это вредно. То есть я все-таки прав в данной ситуации? Да, конечно. Так это вредно только для того, кто курит, или даже для того, кто стоит рядом? Для окружающих. А чем электронная сигарета-то вредна? Ну, потому что та же аэрозоль попадает в окружающий воздух, и в этой аэрозоле есть все те же вещества. Тем более, чем она ароматизирована, мы не знаем. Но там вот эти мельчайшие частички тоже присутствуют. То есть безвредность электронных сигарет, это тоже миф. Сегодня, я думаю, мы о многих мифах на самом деле поговорим, но пора пришла начинать программу. Районы квартала, мы приветствуем вас. Здравствуйте, с вами Наталья Самуша, и я Антон Горнов. Министерство здравоохранения России подготовило антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Один из самых революционных пунктов документа – запрет на продажу табака всем, кто родился в 2015 году или позже. Даже после того, как им стукнет 18 лет. А еще концепция предусматривает полный запрет на курение в коммунальных квартирах, междугородных автобусах, подземных переходах и даже просто при недвусмысленном выражении возражения находящихся рядом граждан. Не совсем понятно, как некоторые из предложенных мер можно реализовать и проконтролировать. Если даже простой запрет продажи сигарет несовершеннолетним, сегодня работает далеко не всегда. Но, тем не менее, чиновники уверяют, что через пару десятков лет табак в России может быть полностью запрещен. В нашей студии Людмила Вентухова, кандидат педагогических наук, заместитель директора городского центра медицинской профилактики. Людмила Васильевна, здравствуйте. Расскажите, как вам вообще все эти предложения, которые мы только что перечислили? Ну, смотря с какой позиции смотреть на эти предложения, потому что обыватель видит одно, медики видят другое и так далее. Считается, если общество будет проводить последовательно эту политику, а тем более, что наша страна в 2008 году присоединилась к рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения, то, естественно, оно будет предполагаться, что дети, которые родились в 2015 году, и в 2033 году, естественно, возможно, и вообще не понадобятся сигареты. Дождите, но это все-таки какая-то очень такая кардинальная репрессивная мера. До сих пор мы знали, до 18 лет нельзя. Но дальше твое личное дело, как тебе жить, курить, не курить. А здесь-то предлагается в принципе, человек вот будет расти, видит, что его там папа-мама курят, но выяснит при этом, что мне никогда не разрешат официально курить. Это как-то странно. Но эта же концепция предполагает не только... Все почему-то говорят о детях, которые родят, и им не разрешат потом курить. Но весь будет проводиться работа и среди уже молодых сейчас, и родителей, и так далее. Вы хотите сказать, что эта мера не будет столь радикальной для подрастающего поколения? Вы представляете, если этот ребенок, который родился как раз после 2014 года, с 2015, вы представляете, он живет в курящей семье, и к 18 годам он понимает, что ему сигареты не продадут. Вот неужели он не найдет другого способа, чтобы эти сигареты приобрести? Ну, понимаете, вы смотрите один аспект. Естественно, он найдет. И в любом. Можно также сказать, что в семье пьющие. Но это не значит, что ребенок будет пьющим. Хотя да, больший процент, что он может быть пьющим. Так же, как и курящий. Но здесь же все настроено на позитив о том, что все-таки будет уменьшаться количество курения. Я хочу сказать, что это же уже происходит в некоторых странах в мире, и ничего страшного. То есть мы не первые в этом смысле? Мы не первые, мы не первые. Хорошо, давайте продолжим эту тему. Сделаем это сразу после выпуска новостей городских районов. Слово нашим коллегам. Через 4 минуты вернемся в студию. Горожан призывают к бдительности по районам Петербурга, кочуют энергетики-аферисты. На этот раз под ударом оказались жители Выборгского. Жалобы в Петроэлектросбыт начали поступать неделю назад. Не прекращаются и по сей день. В почтовой ящике по проспекту Просвещения Энгелеса и Луначарского неизвестные подбрасывают вот такие листовки. Представляются снабжающие организации и требуют замены электросчетчиков. В противном случае угрожают начислениями по нормативу. Сами поставщики причастность к рассылкам отрицают. А потребителям советуют проявить бдительность. Не открывая двери, спросите у него номер счетчика. Если это настоящий контролер, у него есть ведомость, и он сразу вам назовет и номер счетчика, и год его изготовления, и все остальные параметры. А если представившийся контролером визитер начинает запинаться и говорит, что да ладно, открывайте уже, потом разберемся. Можно смело звонить 02. Петербуржцев предупреждают, что без пломбы энергоснабжающей организации квартирный счетчик бесполезен. Принимать по нему показания не станут. Поэтому по всем вопросам замены и обслуживания лучше обращаться напрямую к поставщику ресурсов. Прибавится ли мусора на улицах Репина? В поселке начали ликвидировать контейнеры для сбора отходов. Новость о ликвидации мусорных контейнеров недалеко от железнодорожной станции Репина привела местных жителей в негодование. Дело в том, что эти баки принадлежат организации «Курортный берег». И в 2017 году у них нет денежных средств на вывоз мусора. Куда же его выбрасывать? И что делать с будущими свалками? Вопрос пока остается открытым. В муниципальном образовании Репина около 450 частных домов. Но договоры на вывоз мусора заключили только 33. По этой причине фирма, обслуживающая участок, посчитала его убыточным и разместила объявление о ликвидации площадки. У меня мусор, вот, у меня пакетик, там еще что-нибудь. Вот я беру его, раз, и выбрасываю. Опа! Все. А другие машины, они, я еще раз повторяю, они вывозят прямо целыми мешками мусор. Вместо общественных баков Репинцам предложили запастись индивидуальными и заключить договоры на вывоз. В соответствии с новым законом, теперь обязанность по утилизации мусора несут именно собственники частных домов. Сегодня просто законодательство подлежит трансформации. Вот, и сказать то, что просто переводчик ушел, это было его право, да, потому что он не собирал достаточно средств на то, чтобы заниматься утилизацией вывоза. В свою очередь чиновники предложили жителям помощь в заключении договоров на вывоз мусора. А при необходимости и в поиске новой обслуживающей компании. Правда, Репинцы сходятся в едином мнении. Пока в поселке решают эту проблему, рискует появиться и другая в виде свалок по обочинам и придорожным кустам. На въезде в Колпино хотят установить танк. Чиновники утверждают свою инициативу с Министерством обороны. Во время войны на ижорских заводах отливали броню для тяжелых танков КВ. Поэтому, если и устанавливать мемориал, то именно ему, Клименту Ворошилову. Это давняя мечта ветеранских организаций Колпино. Одна беда – этот танк – большая редкость. К сегодняшнему дню в разных странах мира сохранилось не больше 15 машин. Совсем недавно получили мы подтверждение от поисковиков, что установлено место нахождения танка на дне Невы, там, где была переправа. Сейчас мы должны получить официальное подтверждение, разрешение на то, чтобы этот танк не просто достать, а еще и получить право на его дальнейшее использование. Это связано с тем, что вся техника времен Великой Отечественной войны по-прежнему принадлежит Министерству обороны. Но уже сейчас районные чиновники строят планы на будущее. Ищут водолазов, которые весной или летом смогут подтвердить, что найденная машина действительно КВ. Подсчитывают средства на подъем танка и даже подбирают место для мемориала, чтобы на виду и в соответствии с городостроительным планом. Это еще не все новости на сегодня. Наши коллеги продолжат свой рассказ о наиболее интересных событиях в жизни городских районах во второй части программы. Мы возвращаемся к разговору о профилактике и избавлении от табачной зависимости. О профилактике и избавлении от табачной зависимости давайте поговорим на основе того, что сегодня, собственно, концепция эта замечательная. До 2022 года, возможно, она таки будет реализована. А что же сегодня делаете вы, в частности, ваш центр? Конечно, наша первая основная задача – это для того, чтобы отсрочить раннее начало курения. Потому что не секрет, что в основном начинают курить где-то в 14 лет, а некоторые раньше. Хотя вот последние данные, начиная после концепции, которая сейчас закончилась и будет новая, показывают о том, что, в общем-то, возраст повысился. Скажем так, начинают курить попозже. Городской центр медицинской профилактики в части курения, профилактики, все-таки ориентирован на подростков, я так понял. Или даже на детей? Почему? На подростков и на детей в том числе. Ну, формы-то работы с ними могут быть совершенно разные, формы работы. Но наше самое главное, я бы сказала, показать, что это очень вредно для здоровья. И каким образом? И каким образом? Ну, методов и формы работы много разных. Используются и модели, и макеты, и квесты, и так далее. Вот одна из таких интересных моделей, мы считаем, что вот есть такая кукла-курильщик. Она представляет такую модель, смысл заключается в том, что вот если мы, это человек, который курит, мы вставляем сигаретку. Естественно, все знают, что содержится в сигаретном дыме очень много токсических веществ, там 4 тысячи, никотин, канцерогены и так далее. Но самое страшное, что там очень большое количество еще смол. Ну, вот предполагаем, что... Так. Сигарет самый настоящий. То есть по-настоящему сейчас вы заживаете сигарету, да? Я по-настоящему зажигаю сигарету. Она начинает курить, видите? Вот как человек курит. Вот этот дым. С другой стороны, мы сейчас пассивное курение у нас, да? И вот она курит. И так это курит, курит, курит. Но у нас внизу вот есть трубочка такая. И уже при выкуривании... Процесс пошел. Да, процесс идет, она курит. И, соответственно, мы можем видеть то количество смол, которое выделяется на стенке этой пробирки. Пока она курит, я так понимаю, сейчас мы будем наблюдать в режиме прямого эфира, как эта самая пробирка заполняется. Существует мнение, что, в общем-то, в сигаретах вредны те самые смолы. Да, никотин, он не вредит. Вот как раз вот этот дым, который... Ну, дым. Сейчас мы видим. Вредно все. Но первое это вещество, естественно, вредно никотин. Потому что это психоактивное вещество. В первую. От него и возникает зависимость. А уже то, что дополняет плюс к этому всему, что находится в этой сигарете, там и смолы, и канцерогены, и токсические вещества. От никотина возникает зависимость. А как раз вот эти все смолы, они вред наносят легким организму и окружающим, я думаю. Ну, в общем, все. Подождите тогда, вот помните, начались программы с того, что собеседник на остановке мне доказывал, что электронные сигареты безвредны. Там же нет... Ну, дыма-то, ну, что? Что, смола-то нету? Ну, как же там? Там все есть другое. Не эти смолы, там другие есть вещества токсические. И то, и другое абсолютно вредно. Но здесь мы говорим конкретно, идет процесс сжигания, это как в печи и так далее. Так давайте посмотрим все-таки, что там получилось-то в итоге. Ну, вот, пожалуйста. Что там кукла наша накурила? Вот мы можем увидеть. А что это такое? Вот смола. Это за две минуты, даже за полторы минуты, пока она... Ну, а если мы посчитаем, что человек курит в день, ну, где-то 19-20, сколько там в пачке сигарет, то мы можем представить, когда очень часто их многие видели, картинки страшных легких. Они есть же на сигаретных пачках. Это действительно они такие, черные. Но насколько эффективна эта пропаганда? Вы можете оценить, да, работу с тем же подростком? Могу оценить. Вы знаете, вот когда показываешь, вот такой опыт, скажем, мы проводим, то у всех неоднозначно внимание и отношение к этому. Потому что есть, например, дети, которые плачут и говорят, вот как-то это было действительно, проводя эту экскурсию. А он говорит, что в чем дело, почему? Говорит, я должна сказать папе, чтобы он не курил. Людмила Васильевна, ну, допустим, скажет этот ребенок папе о том, что курить это вредно, и папа, может, даже захочет бросить курить. Какие сейчас есть действенные методы для того, чтобы этому папе помочь? Ну, действенные методы, в первую очередь, он может обратиться в свою поликлинику. У нас в городе есть центры здоровья, их 22 в городе. То есть в любой центр здоровья можно обратиться, и там, в общем-то, оказывают помощь. Но говоря о том, что курение, это зависимость, это и физическая, это и психологическая, а у ряда курильщиков возникают очень многие другие соматические заболевания, поэтому в этом помогают и наркологи, и психологи, и терапевты, и в том числе и пульмонологи. Есть многоканальный телефон 8 800 0 200, вы знаете, он всегда печатается, где тоже работают психологи, пульмонологи. То есть они спрашивают, как долго вы курите, какие у вас ощущения, что-то у вас есть, и потом уже конкретно направляют и в институт пульмонологии, ну, с кем проводятся занятия. Это могут быть и занятия. Ну, эта кукла, конечно, накурила. Да, у нас прямо пассивное курение. Я не могу даже этот запах наносить. Всё, давайте мы заканчиваем этот эксперимент, потому что все здесь некурящие люди уже больше не могут дышать табаком. А пока мы завершаем, мы посмотрим сами, и телезрителям предложим посмотреть и послушать мнение нашего обывательного обозревателя Юрия Кондеранды. Оно у него, как всегда, своё особенно. Во времена моей службы на Северном флоте был такой случай. Сидим мы в курилке. Кстати, я был единственный некурящий мичман на всю флотилию. Но в курилке бывать приходилось. И вот матрос делает затяжку, а прислали ему из Ленинграда ни много ни мало лигерос. Это крепчайшие кубинские сигареты, которые в народе назывались «Смерть под парусом». Там был такой небольшой парусник на чёрном фоне. Так вот, матрос делает затяжку, вынимает, из сигареты на руку капает тёмно-коричневая капля. Ну, сразу под кран промыли, а потом полгода лечили язву на руке. Вынужден заметить, никто в нашем экипаже, да и в соседних, после этого курить не бросил. О чём это я? Да о том, что курение – есть осознанный выбор каждого человека. А значит, лечить курильщиков – за мой счёт. То есть, по полису обязательного медицинского страхования нельзя. А вот запрещать курить в различных местах – нужно. Я ведь ещё помню времена, когда в самолётах можно было курить. Это был не перелёт, это была пытка. Поэтому тогда я самолётами не летал, а пользовался поездами. А вообще, вы заметили, в последнее время, курящие в разных местах люди всё чаще вызывают недоумение у окружающих, а то и раздражение. Так что запреты работают. Вот сейчас нельзя курить в ресторанах. Хм, это правильно. В залах стало комфортней. Да и простая человеческая лень заставляет меньше курить. Ну, не набегаешься ты от столика на улицу, когда у тебя романтическое свидание. Так что запреты работают. Вот вы говорите, всё, пропаганда, убеждения, такие либеральные методы. А вот Юрий Михайлович нам на словах, по-моему, очень даже ясно доказал, что нужны репрессии. Может, правда? Нет, ну, репрессии, они никогда хорошим не заканчивались. Но ограничения... Но, тем не менее, они действенны. Они действенны. В настоящее время, действительно, они, мы видим, что это стало значительно меньше. Не так люди курят. И даже, идя по улице, как-то они прячут эту сигарету, и не видишь, в открытую они не курят. Но совсем запрещение. В тех местах скопления народу, конечно, это все запретительные меры. Но это вот такого рода, они как запретительные, я считаю, но они в некой степени ограничительные. Помню, когда запретили в самом начале курить в приближении к станции метро, вот это вот установили расстояние, а реально ходила милиция, да, или уже полиция была, и попросила, отходите, отходите, просила, при мне это было рядышком совсем. Наверное, это работало, действовало. Я вот не знаю, мы теперь, по-моему, все свыклись с этими запретами, привыкаем, все равно курильщики-то остаются. Не, ну, курильщики остаются, и тем не менее, вот в ЦИО проводила очень интересное исследование, они, ну, как всегда проводят, да, статистическое, социологическое. И вот, в общем-то, люди, они стараются теперь курить там, где места отведены для курения, хотя вот из этого общего количества около 8% объявило, что буду все равно курить там, где хочу. То есть остаются люди, где курят. Ну, 8% это не так много. Самое главное, что дети, они начинают курить, они просто не видят примера, да, плохого. И, в принципе, если так и дальше пойдет эта пропаганда, как раз через 10-15-20 лет мы получим здоровое поколение не куряющих. Меня больше всего, знаете, что раздражает, я почему-то стал все чаще замечать, что именно женщины позволяют себе нарушать всяческие правила и запреты, могут стоять рядом с детьми и курить на остановках общественного транспорта, им все равно. Ну, а о том, что женщины больше курят, они действительно, если у нас в России... А им просто бросить сложнее, либо они верят в мифы по поводу бросания курить. Вот, например, что вы скажете, что ожирение может возникнуть впоследствии того, как ты бросишь сигарету? Нет, этого не может быть. Для женщины это же определенный стресс. Ну, это стресс. Стресс и бросать курить, и ожирение это стресс. Так это все-таки правда или нет? Это неправда. Ну, как может быть ожирение, если человек бросает курить? Ну, вроде вес у нее как-то уходит сам по себе. Вес держится в норме. Он не держится в норме. Я думаю, что возникает потом, как скажем, такое замещение. Если человек бросает курить, он несколько начинает больше есть, и может не тех продуктов, которые надо. А что делать? Может быть, она и поправится на 2-3 кг. Чем тогда правильно заместить? Да, вот человек бросил курить, этот стресс испытывает. Вы говорите, начинает есть. А что делать, чтобы не есть? Какие еще варианты замещения есть этой привычки? Ну, в первую очередь, как мы говорим, это, конечно, здоровый образ жизни, который складывается, в первую очередь. То есть спортом заниматься, бросая курить, вставая на лыжи. Правильное рациональное питание. Если мы не будем есть много сладкого, мучного, жирного и так далее. Нет, мне тут жалко курильщиков. Мало того, что он должен бросить курить, это для него такой, еще раз повторю, стресс. Тут же еще говорить, ага, ты еще и питаться теперь должен правильно. Еще и физической культурой, спортом заниматься. Это же сразу какая нагрузка на психику. И на кошелек, между прочим, тоже. Это так кажется, что на кошелек. Ну, почему? Если человек бросает курить, то все сразу меняется. Вот хорошо бы давали бесплатный абонемент фитнес тем, кто курить бросит. Я думаю, что желающих бросить было бы больше. Ну, я не думаю. Они бы пошли и также продолжали курить. Их и так бесплатно лечат за наш счет. Кстати, Юрий Михайлович сказал, а зачем мы будем лечить бесплатно курильщиков? Это их проблема. Пусть лечатся за свои деньги. Они обращаются за медицинской помощью, естественно, бесплатно. С ними проводят беседу. Ну, сами себе проблему создали, так пускай теперь сами себе и решают эти проблемы. Но, когда возникает необходимость никотинозаместительной терапии, мы не будем говорить о лекарствах, которые назначают. Человек сам покупает. Почему? Бесплатно. Это не бесплатно. Но беседа врача, да, она будет входит. Это обязанность любого врача, чтобы он сейчас и ранее отмечал, курит человек или не курит. На сегодняшнюю беседу мы тоже, в некотором роде, считаем своей обязанностью. Поэтому продолжим ее сразу после выпуска новостей городских районов. На сегодня уже второго по счету. Три минуты вернемся в студию. Генеральный консул Испании привез в Петербург награду российского флотоводца. Университету имени адмирала Макарова передали Большой Белый Офицерский Крест. Орден за морские заслуги адмиралу вручила королева Испании Мария Кристина. Но адмирал погиб во время русско-японской войны. Офицерский Крест оказался утерян. Это самая важная награда, которая принадлежит морскому министерству Испании. И для меня большая честь передавать ее вам. Сотрудники вуза пополняют коллекцию музея адмирала Макарова. Для этого и разыскивают его личные вещи. Сейчас они обращаются в посольства разных стран, чтобы получить копии еще нескольких иностранных наград. Например, среди разыскиваемых реплика итальянского ордена святых Маврикия и Лазаря. Внимание, говорит Ленинград. Радиолюбители северной столицы проводят радиомарафон, посвященный плакатным датам. Внимание всем! Здесь Роман Ольга Первый Антон. Роман Ольга Первый Антон. Радио Ольга Первый Антон. Или, если проще, РО1А. Это позывной коллективной радиостанции «Контакт» Центра детского технического творчества. Для человека, не посвященного, просто набор букв и цифр. А опытный радиолюбитель без труда определит по ним и страну, и даже город, откуда ведет совещание. Меня зовут Ваня, мне 10 лет. Я нахожусь в Санкт-Петербурге, в Центре детского технического творчества. Долгие переговоры у радиолюбителей и спортсменов обычно не приняты. Стандартный сеанс – это приветствие и короткий обмен информацией. Но в эти дни всех своих респондентов РО1А встречает необычным сообщением. Сейчас проходит неделя активности радиолюбителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, посвященной очередной годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Здравствуйте, приятно. Добрый вечер. Мы, конечно, все помним. Меня зовут Николай, город Малексиевка. Спасибо. На информацию. 5-9 Владимир. 5-9 Владимир восток Украины. На связи Россия, Украина, Польша. Рекорд дня. Респондент из Германии. Еще лет 20 назад встретиться с ним было не проще, чем найти друг друга в темной комнате на слух. Современная техника эту задачу облегчает. На интерактивной карте отображаются и частоты работающих станций, и даже их местоположение. Но все равно учитываясь, приходится множество факторов. Нужно знать и технику, и географию нужно знать, чтобы повернуть антенну на правильный азимут. Быстро реагировать, быстро соображать. Такие радиомарафоны, приуроченные к различным памятным датам, проходят регулярно. Детская радиостанция выходит в эфир ежедневно. И за час-полтора работы успевает провести больше сотни сеансов связи. Это может быть человек из другой страны, города, региона. Это довольно интересно общаться. Знаю, что вот, я связался с человеком из Италии. Может быть, я туда даже не поеду, но это уже что-то. Вахта памяти радиолюбителей продлится еще три дня. А затем воспитанники Центра детского технического творчества начнут готовиться к следующему радиомарафону, приуроченному уже к 9 мая. Это все новости на сегодня. У нас еще есть пара минут, чтобы завершить разговор о курении, курильщиках и запретах. Людмила Васильевна, мы начали уже перед новостями говорить о мифах. Давайте продолжим эту тему. Появились какие-то новомодные штуки, которые называются вайперы, если я правильно употребляю это слово, как не курильщик, не знаю, что это точно такое. Но, тем не менее, есть кальяны, которые люди курят и говорят, что кальян – это не сигарета, это безвредно. В конце концов, всегда, сколько я с детства помню, слышу, что трубка и воскуривание табака через трубку – это тоже гораздо менее вредно, чем курение сигарет. Все это верно? Нет, это не мере, это все одинаковое. Как уже говорила, что это просто определенный прибор доставки того же никотина. И все. Хорошо. Если, допустим, человеку нужно… Мы разные модификации. Человек хочет бросить курить, и он отказывается от обычной сигареты, допустим, в пользу электронной, она может быть альтернативой к следующему шагу, когда он вообще бросит курить? Или не стоит с обычных сигаретей ходить на электронные? Я курил Беломорканал, завтра вайперы, вот эти вот, я, может быть, это и хорошо. А послезавтра бросил. А послезавтра, да, он на морковку переведет. Это не меньшее зло? Нет, это все то же самое. И, как правило, те, кто курит эти вайперы, вейперы, да, это парение в переводе означает, они вот в то же время, им не хватает. Тот, кто уже курильщик, он курит и вейперы, он курит и сигареты. Есть люди, которые не могут бросить курить совсем, но постепенно снижают количество выкуриваемых сигарет в день. Ну, тоже неплохо, тоже неплохо. Это лучше, чем совсем? Конечно, лучше. Врачи-то одобряют. Ну, как можно сказать? Конечно, лучше, это и так понятно. Я кую 19 штук в день или я там курю 5. А легкие сигареты, допустим, которые всегда считались, что там минимум содержания никотина и вообще вреда. Ну, понимаете, поскольку это никотинозависимость возникает, у человека, чем он больше курит, да, то есть никотина в организм должен поступать больше. То есть потребность, соответственно, становится больше. А они легкие, значит, ему нужно еще больше этих сигарет. Это только такой маркетинговый ход, что есть легкие сигареты. И будут больше покупать сигареты. Я слышал такое мнение, что люди склонны вообще к зависимости. Только у одного там игромания, у другого алкоголизм, у третьего героиновые наркотики, простите, самое страшное, что может быть. А курение, это, в общем, не так страшно. Ну, так лучше уж давайте мы будем курить, чем проигрывать миллионы или пить водку. Как говорят, из большого зол выбирает самое меньшее. Ну, понимаете, медики и все, мы однозначно о том, что самое вредное это, конечно, курение. Ну, бросишь курить, потом пойдешь играть. Ну, это не факт. Или пить. Ну, почему пить? Мы берем самые такие... Ну, если человек склонен к зависимости, что же ему делать-то? Нет, я и с этим не согласна, абсолютно. Это концепция для того, чтобы не начинали курить, потому что уже доказано, что соматических заболеваний очень много. Конечно, легче бросают те люди, у которых явно видели о том, что у ближайшего родственника, у кого это и так далее, возникают какие-то проблемы со здоровьем. Такому, конечно, отказаться легче. Но в первую очередь я уже говорила, что самое главное, что я хочу. Я просто не хочу. И уже теперь, вот, например, когда мы говорим о здоровье, о здоровом образе жизни, в общем-то, становится модным не курить. Людмила Васильевна, спасибо вам большое. Я телезрителям напомню, что нашими гостями сегодня была Людмила Винтухова, заместитель директора городского центра медицинской профилактики. Ну, и вместе с ней приходила вот эта вот замечательная кукла Сьюзи, которая на самом деле совсем очень плохо себя вела. Вот мы обещаем никогда себя так же не вести. Людмила Васильевна, спасибо вам большое и удачи. Телезрителям предлагаем посмотреть нашу постоянную рубрику про цены слова Милени Конниковой. Если от капризов погоды на улице можно спастись, подобрав правильную одежду, то от перепадов температур в магазине убережет лишь кошелек и железная логика. Где обитают выгодные цены, узнаете прямо сейчас. В корзине сегодня кофе, молоко, бананы, спагетти и помидоры. Начнем со спагетти. Изменений немного, за неделю лишь один плюс. Но, тем не менее, с данным товаром даже такое бывает редко. Взгляните, скачок на 2,5 рубля. И теперь за пачку возьмут 46 с лишним. Минимальная отметка. В соседних супермаркетах предложения доходят до 55. Эстафету продолжат томаты. У них не сезон, что, к сожалению, ощутимо. В наилучшем случае можно закупиться овощами по 99 рублей за килограмм. Допустим, вы не смотрели нашу рубрику. И тогда придется выложить почти в два раза больше. Очень обидно. Поэтому запомните цифры снизу. Дальше бананы. Наши символические термометры чаще росли, чем нет. Прибавка на 2 рубля. Внимание, на 10. И скидка на 2. Что сделало фрукты отсюда самыми приятными в линейке. В свою очередь, лидер по стоимости остался неизменным. Он здесь 65,5. Это пока максимальный градус. Наконец, кофе и молоко. Разбираем по порядку. Кофе в трех торговых точках кипел. Цены повысились как незначительно. 6 с лишним легко пропустить, к примеру. Так и заметно. Плюс 40 рублей. Притом, все равно встречается растворимый дороже. Молоко в напиток нальют самые щедрые. Оно тоже прибавило. 50 копеек и 2 рубля. Обратите внимание, ситуация весьма серьезная. Прежде мы говорили только о регулярных понижениях столбиков. Сейчас все не так. Возможно, еще чуть-чуть. И молоко перестанет быть доступным. Какие итоги? Ничего солнечного. На полках дожди и туманы. Туманы, потому что мало понятных тенденций. Дожди, поскольку хочется плакать. Цены растут. На минувшей неделе это особенно проявилось в случае с кофе, молоком и спагетти. У меня все. Напомню, мы никого не рекламируем. Наша главная миссия – помочь вам тратить деньги с умом. Хорошей погоды на улице и на рынках. Приятного аппетита! Хороший пёс! Аккуратно, чай горячий. Смотри, мам. Вот, куда он грязными руками? Смотри, пап! Давай, а он денег... Родители, только ваше внимание может уберечь от глупых поступков. Да, мам. Я домой иду. Только ваша любовь может раскрыть таланты ваших детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова